10 декабря по церковному календарю отмечается Большой праздник – Знамение Пресвятой Богородицы. Также сегодня Церковь почитает Святого Романа Чудотворца. Считается, что молитвы в этот день чудодейственны. А приметы и народные традиции на 10 декабря говорят, что в этот день можно стать свидетелем настоящего чуда и попросить у святых подмоги в любой своей нужде. Традиционно 10 декабря наши предки шли в церковь, чтобы помолиться у иконы Богоматери Знамения. Просили у нее защиты от ссор в семье и всякого врага, помощи в поиске потерянной вещи. 10 декабря почитают икону Божьей Матери Знамения. Могущество иконы не перестает удивлять и по сей день. От святого образа и его списков исходит благодать, которая помогает православным справиться с различными жизненными тяготами. В этот день в храмах и церквях проходит торжественное богослужение, и каждый верующий возносит молитвы о прощении, заступничестве и помощи. 10 декабря люди прислушиваются и присматриваются ко всему, что происходит вокруг. Считается, что Богородица в этот день дарует предзнаменование. Самое главное – заметить знак свыше в этот день и правильно его прочесть. Издавна в этот день обращались также с молитвой и к святому лику Романа перед дальней дорогой или же с просьбой избавить от несчастий и горестей. Женщины молили преподобного Романа подарить радость стать матерью. На знамение был обычай прогонять все печали и неурядицы с помощью обряда на ветер. Для этого нужно было встать на рассвете, не умываясь, не расчесываясь, тепло не одеваясь, выйти во двор и встать к ветру лицом, чтобы выдул все плохое. После нужно вернуться домой, умыться проточной водой, прочитать молитву Божьей Матери, трижды перекреститься и подмести пол в доме. В Романов день рыбаки на рыбалку не ходили, так как по приметам считалось, что рыба 10 декабря прячется как можно глубже и, соответственно, улова не будет. Охотники ходили в лес на поиски сброшенных лосиных рогов. Такой трофей мог стать и украшением дома, и полезной вещью. Если 10 декабря было тепло, то вязать, шить или ткать было нельзя. Согласно примете, можно зашить тепло, что и станет причиной гибели озимых. Зато сегодня можно было готовить различные пироги, чтобы в доме пахло выпечкой, завлекающей тепло, уют и комфорт, а также избавляющей от плохих дум, которые часто и являются причиной раздоров и недомолвок в семье. Девушки, вышедшие этой осенью замуж, молились у иконы знамения о скором пополнении в семействе. При этом они поглаживали свой живот, представляя, как в нем растет малыш. После захода солнца на знамение Пресвятой Богородицы, женщины зажигали лучины и проводили различные обряды, ритуалы, читали заговоры. Например, проводили такой ритуал от всех несчастий и горестей. Для этого брали перец и посыпали им воду. Делали большой глоток, приговаривая, горечи сполна хлебнуло. Затем делали второй глоток, сопровождая этими же словами. После третий глоток, также произнося данную фразу. Потом в воду добавляли ложку меда и пили, говоря такие слова. «Воду медком подслащу, все беды уберу». Допивали воду до конца. Затем трижды осеняли себя крестным знамением, читая «Отче наш» девять раз. Великая икона Божьей Матери Знамения послана для исцеления и спасения от греха. Историей известно множество примеров чудотворного могущества образа. По искренним молитвам икона помогает обрести спокойствие на душе и мир в окружении, получить исцеление от недугов, примирить враждующие стороны, защититься от зла, воров и различных бедствий, освободиться от недругов и врагов, а также обрести благополучие и счастье. Испокон веков иконы Божьей Матери помогали верующим в минуты отчаяния и слабости. В день празднования иконы Знамения Богородица с особым трепетом и любовью относится к каждому, кто помнит о ней и возносит ей свои молитвы. В народном календаре этот день также назвали Романовым. Святого больше всего всегда почитали женщины, так как Роман «Чудотворец» помогал именно женщинам с их женскими проблемами и бедами. Он мог исцелить от бесплодия, даровать женское здоровье. Также люди молились о легкой беременности и родах. Просили хорошего кормления грудью, здоровых деток, мир в семье и браке. С просьбой помочь женщины молились Роману «Чудотворцу». Сегодня почитается икона Божьей Матери Знамение Пресвятой Богородицы. Считается, что сегодня она обладает особой могущественной силой. Перед ликом Богородицы можно просить утихомирить войну, просят мира, защиты от любых врагов, даже неизвестных, а также просят семейного блага, счастья, здоровья и исцеления от бесплодия. Не стоит в этот день расстраиваться, если 10 декабря вы потеряли какую-то ценную вещь. Нужно помолиться у иконы Божьей Матери Знамения, и пропажа очень скоро найдется. А перед ликом преподобного Романа в этот день принято молиться тем, кто хочет избавиться от всех горести и бед. По примете, нельзя в этот день пускать в свой дом нищих, поскольку вместе с ними могут прийти в семью болезни и бедность. Согласно народным приметам, если звезды яркие на ночном небе 10 декабря, это примета к морозу, если тусклые – к оттепели. Если дым из печи кверху идет день романа, ждать холодов, если дым идет вниз – ждите тепла. Красная заря ветреную погоду сулит. Шумный лес 10 декабря предвещает потепление. Считается, что если 10 декабря икона знамения упадет, это плохой знак. Согласно народной примете, в доме скоро кто-то серьезно заболеет. Народе считалось, что рожденные 10 декабря – это люди, обладатели огромной силы воли и внутренней энергии. Для них на первом месте всегда семья. Великая Богородичная икона знамения считается покровительницей и заступницей всех людей, которые страдают от душевной боли и физических увечий. Этот образ помогает бороться с ужасными хроническими болезнями и дарит исцеление. Помимо этого, перед ликом Святой Девы Марии верующие читают молитвы об укреплении семьи, о предотвращении войн и о защите от недоброжелателей. В истории образа знамения насчитывается бесчисленное множество чудес. Икона издавна помогала людям, возносящим перед ней молитвы Богородице. В этот день можно прочитать такую молитву, кто хочет укрепить веру, набраться решимости перед важным делом, защитить свою жизнь и жизнь близких от чужого влияния. Владычица Небес, добрая покровительница и заступница обездоленных, смиренно возношу молитву, умоляя о помощи Твоей, в сей сложный час, умоли Сына Твоего и Господа нашего не оставить меня и близких моих в неверии и отчаянии. Пусть снизойдет на нас благодать Твоя, и избавимся мы от напастей и трудностей, от людской зависти и болезни, ослабляющих дух. Аминь. По церковному православному календарю 10 декабря отмечается 20 именин. День Ангела сегодня отмечают. Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Вальдемар, Всеволод, Гаврил и Демьян. А также Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Серафим, Сергей, Теодор, Федор, Яков и Ян. День Ангела сегодня отмечают женщины, которые носят имя Фюкла. Редактор субтитров А.Семкин